Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня готовим овощной салат за 5 минут. Также приготовим майонез за 2 минуты и приготовим вкуснейший салат мимоза. Оформление придумала на ходу. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Перед тем, как приготовить два салата, я еще раз хочу вам показать, как готовить домашний майонез. Очень много вопросов и чаще всего допускается одна ошибка. Значит, для майонеза вам понадобится одно яйцо, 200 миллилитров растительного рафинированного масла, 1 чайная ложка уксуса, я беру яблочный уксус, пол чайной ложки соли и пол чайной ложки сахара. Можно по желанию добавить в майонез соус, можно добавить хрен, можно добавить горчицу. Тут уже все зависит от вашего вкуса. Первым делом, что мы делаем? Высыпаем к яйцу соль и сахар. И нам нужно взбить. Взбили недолго. Камеру не выключала. И теперь вливаем немного масла, чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Самая грубая ошибка, когда вы в первый раз вливаете много масла. Вот уже видно, майонез начинает густеть потихоньку. Эмульсия образовалась. Теперь увеличиваем количество вливаемого масла. Вот, уже густеет. Снова вливаем. Еще вливаем. Добавляем уксус. Добавляем растительное масло. Взбиваем. Теперь смотрите. Вот такой у нас получается майонез. Густой. Вкусный. Натуральный. Домашний. Готовится очень быстро. И еще главное правило. Яйцо я брала с холодильника. А растительное масло у меня комнатной температуры. Готовьте только домашний майонез. Он самый вкусный. Рецепт первого салата знают все. Овощной салат готовится с молодой капусты. Я взяла пол кочана молодой капусты, два свежих огурца, немного зеленого лука и 150 граммов зеленого консервированного горошка. Салат этот можно заправлять майонезом, можно заправлять растительным маслом. Люблю готовить такие салаты. Я их называю без вреда для фигуры. Готовится быстро. Нарезаем молодую капусту. У нас будет один салат с майонезом, второй овощной без майонеза. Сейчас покажу, что я добавляю в этот салатик для заправки. Огурцы всегда очищают кожицы. Это еще покупные, не домашние. Полукольцами нарезали. Теперь добавляем зеленый лук. Если есть зелень, укропа, петрушки, также добавляйте в салат. Перемешивать буду в миске побольше, мне так удобнее. А потом уже перекладу в салатник все содержимое. Так, добавили капусту, огурцы. Перемешиваем. И теперь смотрите, все секреты раскрываю. Добавляем соль по вкусу. И знаете, что мне нравится, когда я добавляю немножко сахарку. Прекрасное сочетание. Заправляем салат растительным маслом. Все добавляю интуитивно, по вкусу. И, конечно же, добавим уксуса. Прекрасный салат. Перемешали, попробовали. Если что, не хватает соли, добавили. Не хватает сладости, добавили сахарку. Всем приятного аппетита! Готовьте на здоровье! Первым делом, при приготовлении второго салата мимоза, с плавленым сыром, буду готовить. Нам нужно сначала замариновать лук. Берем большую луковицу. Я люблю, когда в салате лука много. Маринованный лук, он очень вкусный. Маринуем лук, заливаем кипяченой водой. Уйдет лишняя горечь. Обязательно. Добавляем соль. Добавляем сахар. Две столовые ложки. Без горки. И добавляем уксус. Без уксуса никак. Тут уже по желанию. Я добавляю 3 столовые ложки. Может, даже чуть-чуть больше. Размешиваем. Лук должен мариноваться минимум 15 минут. Для салата мимоза мне нужны минимум продуктов. Замаринованная луковица. Одна банка сардин в масле. Салат заправляем домашним майонезом. Один плавленый сырок. И 4 отварных яйца. Сейчас разминаем вилку. Я немного слила жидкости. А немного оставила. Не люблю, когда мимоза сухая. Готовлю мимозу без картофеля. Натерла на крупной терке отдельно белок. Желтки натерла на мелкой терке. Также плавленый сыр натерла на крупной терке. Начинаем сборку салата. Первым слоем у нас идут белки. Очень понравился мне этот салат. Минимум ингредиентов, максимум вкуса. Разровняли. Белки не присаливаю. Теперь наносим тонкий слой майонеза. Заправила майонез в одноразовый кондитерский мешок. Очень удобно, а главное быстро. Заправляю салат домашним майонезом. Это вы уже видели, как просто его приготовить. Следующий слой у нас идет консервированная рыбка. Любая, на ваш вкус. Далее сверху выкладываем маринованный лучок. Также немножко вдавливаем его. Лучок сладковатый на вкус. Островатый. Мне очень нравится. Именно в салате маринованный лук. Теперь наносим слой майонеза. Потом выкладываем плавленый сыр. Берите плавленый сыр сливочный или сметанный есть. Ну, в общем, такой пожирнее. У меня раньше мама в мимозу клала масло натертое. Ну, было вкусно. Сделала разд... Для мужа, он говорит, я не понял. Ну, кто к чему привык, это ж такое. Хорошенько уплотняем. Снова наносим последний слой майонеза. С боку хорошо, сверху. Затем сверху и с боку салата посыпаем натертыми желтками. Я даже уже вот придумала на ходу простое украшение. У меня есть пластиночка сыра. Немного зеленого консервированного горошка. Посмотрите сейчас, какие я аппетитные цветочки сделаю на нашем салате. Ну, а теперь для украшения салата мне понадобится пластинка сыра. Смотрите, с легкостью выдавливаем цветочки. И зеленый консервированный горошек. У меня была открытая баночка. Вы знаете, всегда украшаю из того, что у меня есть. Специально, очень редко покупаю. Так, смотрите, а можно вот так сразу выдавливать цветочки на салат. Так мне кажется, даже лучше. Не нужно делать двойную работу. Сначала выкладываем цветочки сверху, потом с боков салата. Теперь выдавливаем скулечка вот так по центру. Немного майонеза. В серединку цветочка. И для яркости салата мы добавим консервированный зеленый горошек сверху. Салаты готовы! Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на наш семейный канал Дружная Семья. Ссылка под видео. И не забывайте, что видео на канале Готовим с Любовью выходят ежедневно. Делитесь моими видео с друзьями. Для меня это лучшая благодарность. С вами была Ира. До новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok